Всем привет, друзья! С вами Болтарец, и мы продолжаем проходить эту странную визуальную новеллу. Я, к сожалению, записываю вторую серию не в тот же день, прошло уже время, и я начинаю постепенно забывать, где мы ходили, куда мы там поворачивали и что у нас есть. Поэтому сейчас быстренько-быстренько я попытаюсь вспомнить. У нас был ржавый нож, я не знаю, исчез он у нас или нет после того, как мы его использовали. Мы еще нашли веревку, с помощью которой я смогу спуститься в колодец и забрать монету, и вроде как все. Отсюда мы ходили вверх, поднимались прямо на самый верх, где нас убивали, чтобы мы там не выбирали. Ну и теперь мы пойдем, наверное, вниз. Вниз это куда? Вниз это я возвращаюсь, вниз мне не надо. Блять, вниз я пришел, а тут как? Куда, куда, куда? Дверь позади вас. Да, дверь позади вас. Вниз это значит я возвращаюсь. Пойдем к дальней двери теперь. Дверь подается с трудом. Видимо, вы забрели вопитель пауков. В комнате душно, повсюду комки паутины вперемешку с оторванными конечностями. Ваше внимание привлекает пара вещей. Ничего полезного, разве что на полу лежит ключ, который наверняка пригодится вам в будущем. Внезапно с потолка сваливается огромный паук, он явно голоден. Паук немедля атакует вас. Вы достаете нож и наносите пауку удар. К сожалению, нож не отпугнул паука, и он кусает вас. Блять, я опять сдох. Где-то еще здесь, не помню где, была собака. Была собака, в библиотеке мы нашли записи о том, что животных можно усмирить с помощью музыкального инструмента, например, арфы. Вот что я еще вспомнил. Очень много нам всего нужно найти. Ну и теперь мы пойдем на улицу. Стоя перед башней, вы чувствуете, как колотится сердце. Сомнений нет, здесь и зародилась чума. А прямо перед собой вы видите фонтан, по обе стороны которого завышаются статуи. То есть, это получается, мы вернулись в то самое место, откуда можно было попасть с улицы. Понятно, уходим отсюда. Блять, куда ты ушел, дебил? В конце дороги выйти в башню. Ага. То есть, получается, можно было отсюда выйти. А отсюда только, скорее всего, и можно выйти. Потому что, если я вернусь обратно в пещеры, потом наверх я не вылезу. Пиздец, как сложно. Хоть бы карту дали. Окей. Мы возвращаемся к развилке. У меня есть веревка. Идем налево. Пробуем спуститься в колодец. Здесь куда-куда, по-моему, нужно было идти по дорожке. Да, вот он, колодец. Отсмотрите его. Вы всматриваетесь в колодец. Кроме воды на дне вы замечаете монету у стены колодца. Пытаемся ее забрать. Вы достаете веревку, которую нашли ранее, и крепите ее к колодцу. Вы с легкостью спускаетесь и забираете монету. Вы изо всех сил карабкаетесь вверх, и вам это удается. Отвязав веревку, вы забираете ее. Здорово. Блядь, это, по-моему, единственная или одна из немногих игр, где предметы после использования мы берем с собой. Это очень круто. Вы чувствуете удовлетворение от того, что стали богаче на одну монету. И что, и куда мне ее теперь засовывать? Что у нас тут еще есть? Дальше мы не пройдем. Возвращаемся. Мы можем погибнуть. Теперь нам нужно опять вернуться к тропинке. Теперь на травянистую тропинку выходим. Я на всякий случай сохранюсь. Да, это мы перезапишем. Это неудачное было сохранение. Продолжить идти, осмотреть могилу. Так, осмотрим. Вы не колеблись, протягиваете ему цветок. Точно, блядь, я про цветок-то совсем забыл. Призрак тут же выхватывает его из ваших рук. Вы ощущаете легкое дуновение ветра, и дуг исчезает вместе с цветком. В воздухе слышится шепот. Вы чувствуете облегчение и тянетесь к мечу. Теперь он принадлежит вам. Но я думаю, с помощью меча-то я теперь паука въебу. Осмотреть могилу, вернуться, продолжить идти. Давайте мы, наверное, продолжим. Раз уж мы оказались здесь. Я еще раз быстренько вот прям здесь сохранюсь. И попробую нырнуть в озеро. Хотя махать мечом на дне озера это не лучшая идея. Но я рискну. Ныряем. Вы вытаскиваете меч и крепко обхватываете его, следя за движениями рыбы. Она быстро направляется к вам. Как только рыба оказывается рядом, вы вонзаете меч ей в глотку, и он пронзает существо насквозь. Рыба бьется в конвульсиях, а вода вокруг нее окрашивается валой. Отлично, мы все-таки победили этого кашалота. Вы вытаскиваете меч, и рыба пропадает из поля вашего зрения. Вряд ли она долго протянет. Покуда угрозы больше нет, вы движетесь в сторону сферы. Удерживая ее в руках, вы ощущаете вибрации, словно энергия шара рвется наружу. Наверняка это важно. Вы вылезаете из озера, забрав сферу с собой. Осмотревшись, вы примечаете озеро неподалеку, и это мы все знаем. Хорошо, следуем дальше по тропе прямо к камням. Да, мы их сейчас осмотрим. Аккуратно, внимательно. Вы вспоминайте о сфере, что нашли на озере, недалеко отсюда. И кладем ее в центр. Вы помещаете сферу в эту выемку, будто предназначенную для нее. Камни вокруг начинают светиться. Все ярче и ярче. Происходит яркая вспышка света, и вы оказываетесь в совершенно другом месте. Под ногами больше нет травы, только что появившийся пол на поверху оказывается старинным, словно мастер уложил его уже давным-давно. Разбросанные по краям площадки булыжники и щебень также намекают на то, что это древнее место. Чуть поодаль, в конце тропы виднеется фонтан света. Его бесконечная энергия бьет ключом, и кажется, будто у него нет ни начала, ни конца. Яркий свет завораживает вас. Я сохранюсь. Я понял, что в этой игре нужно сохраняться каждый раз, когда есть какое-то разветвление. Пойдем на свет, ну я не знаю, там что-то какие-то молнии летают. Вдруг меня разорвет. Но я попробую. Свет привлекает ваше внимание, и вы идете к нему. Лучи света нежно касаются, вас словно пытаясь вырваться на волю. Вы ощущаете мощный поток энергии внутри себя и пытаетесь его укротить. Ваше тело излучает яркий свет, и вы начинаете сгорать изнутри. Вы ослеплены излучаемым потоком энергии и начинаете рассеиваться. Охваченное светом, ваше тело распадается на мельчайшие частицы. Увы, на этом заканчивается наша история. Может быть, перед тем, как мне туда идти, я не знаю, я должен найти костюм. Костюм химзащиты от световых лучей и все такого. Но пока мы уйдем. Теперь, зная, какие тайны скрывают себе эти камни, вы понимаете, что можете вернуться сюда позже. Да, вы забираете сферу. Вновь завладев сферой, вы возвращаетесь к тропинке. Здорово. Значит, здесь мы абсолютно все сделали. Зачистили озеро, зачистили могилу, разобрались с колодцем. Получается, в левой стороне я вообще все сделал. Там можно, конечно, еще дальше идти к городу, но опять же, нам нужна защита. Идем направо. Возвращаемся через ворота. Давай, входи. Никаких опасностей здесь нет. Входим в башню. Не понял. В башню войди. Вы приближаетесь к двери. Рука тянется к ручке, но вы натыкаетесь на невидимый барьер. Должно быть здесь замешана магия. А, то есть вот так? То есть я не могу, что ли, блядь? Ух ты, какая сука хитрожопая. Тогда уходим. Получается, зайти я могу только через дерево. Только не говорите, что мне сейчас опять придется кнопки нажимать. Нажать на кнопки. О, пизда. Но я помню, там нужно было жмякнуть левую, потом правую и еще раз правую. Вот. Вы слышите грохот ко мне и чувствуете, как трясется земля под вашими ногами. И мы оказываемся на развилке. Здесь мы идем налево. Идем прямо. А вот тут я уже не помню, поэтому я опять же сохранюсь. Оп. И пойдем налево. Выступайте во тьму. Перед вами три развилки. Какое ответвление пещер вы выберете? То есть получается мы вернулись в самое начало. И здесь налево. И потом нам нужно направо пойти. Да, все именно так. Дверь позади вас. Именно сюда мне нужно. Здорово. А теперь, знаете куда мы пойдем? Сейчас я вам скажу, куда мы пойдем. Мы пойдем в сохранение. Сохраняемся и попробуем въебать паука. Паук у нас был... Где? В дальней двери? Да. Дверь поддается. Вылазит паук. Вы достаете меч и пронзаете паука, пытающегося на вас наброситься. Вы наносите чудищу удар за ударом, от чего он взывает от боли. Паук убегает в темноту. Судя по всему, он хочет атаковать вас вновь. Вы замечаете ключ, лежащий у ваших ног. Не желая наживать себе еще больше проблем, вы быстро хватаете ключ и устремляетесь к двери. У меня есть ключ. Вы взяли то, что было вам нужно. Нет нужды возвращаться в эту комнату вновь. Хорошо. У меня есть ключ. Ключ, ключ, ключ. От чего он? Куда он вставляется? Ну, понятное дело, что в дырку. В какую? У меня есть меч. У нас была собака. Стоит ли ее убить? Хотя бы попытаться. Вниз я уйду на улицу. Это мы, значит, выйдем на улицу. На улице точно нам делать нечего. Сходим еще раз наверх. Что-то пока я не понимаю, куда я должен уйти. Книги мы смотрели. Идем вперед. Глобус. Осматриваем. Ничего не происходит. Сундук. Вот. Сундук. Вы пробуете открыть замок ключом, найденным ранее. Замок щелкает. Вы открываете сундук. И вот она арфа. Вы видите небольшую деревянную арфу, лежащую на сложенном белье. Здорово. Мы ее забираем и закрываем сундук. Теперь нужно вспомнить... Теперь нужно вспомнить, где же там был этот самый пёсель. Идти вперед нет, это не вариант. Люк и... Да, там нас разорвет. Значит, уходим обратно. Спускаемся. Еще раз спускаемся. Здесь мы тоже идем вниз, получается. Да. Вот, 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 вот. Где-то здесь. В левую дверь. Пойдемте в левую. Вы заходите в небольшую комнату с огромной дырой в стене. Ага. Нет, 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 нет. Левая это значит выход. Левая это значит выход. А правая это, это должна быть... Нет, вправо не ходит. Средняя, вот, средняя. Средняя это с собакой. Да. Вы достаете арфу и начинаете перебирать струны. Собака начинает билять хвостом. К вашему удивлению, тварь уходит в освоясье, словно очарованная мелодией арфы. А вы и не думали, что музыка способна оказывать такое влияние? Так какое это влияние? Влияние это было бы, если бы собака с нами пошла. Решетчатая дверь справа. Сходим сюда. Вы входите в камеру справа. Деревянный стол перевернут, а на полу лежит мусор. В углу уже видна огромная дыра. Не приметив ничего, что могло бы пригодиться, вы направляетесь к дыре. Вашим глазам открывается подземный проход. Однако проход к нему перегородил волну. Поняв, что вам не пройти, вы возвращаетесь, откуда пришли. Означает ли это, что мне нужно найти еще что-то, что сможет подвинуть волну? Непонятно. Вы открываете дверь и видите скелет, лежащий в углу комнаты. Здесь также стоит кровать, а к стенам прибиты цепи. Вы, несомнение, беднягу держали в заперти долгое время. Осмотрев скелет внимательнее, вы замечаете, что на один из его пальцев надето кольцо. От кольца исходит слабое, словно волшебное свечение. Возможно, это кольцо вам пригодится. Вы снимаете кольцо и надеваете его себе на палец. Оно приходится вам впору. Поняв, что больше вам здесь делать нечего, вы выходите из камеры. Ну, я на всякий случай схожу еще к волну. Может быть, волун меня пропустит, если у меня есть кольцо. Но нет, хорошо. Нет, так нет, уходим. Вправый уходили, в среднюю ходили. Припасы мы осматривали. Дальнейший поиск полезных вещей и успехом не увенчался. Дверь позади вас. Так, это я понял. Здесь мы уже были. Левая. И левая, это получается, мы уходим. Без возможности действовать на вас обрушивается омерзительный ужас. Он пытается схватить вас, но невидимая сила отталкивает его. Монстр исчезает. Кажется, тебе все-таки повезло. Четырехлетний юбилей. Что это такое? Перед вами три развилки. Какое ответвление пещеры вы выберете? Сохраняемся, естественно. Ну, это самая вот начальная. Самая начальная развилка. Давайте мы вот что сделаем. Поскольку я уже не помню конкретно, что, где, что было. Спокойно. Да, мы сдохли. Я должен был попробовать. Я быстренько пробегусь еще по этим туннелям, потому что, может быть, где-то что-то еще можно сделать. Ну, корабль мы осматривали. Нет, там нас ничто не уебало. Мы вернулись. Так, теперь идем вперед. Направо. Направо здесь я нашел цветок. Да, ничего интересного. Теперь мы идем налево. И возвращаемся сюда. Теперь тут мы идем налево. И вот. Вот какая у меня появилась мысля. Теперь у меня есть кольцо. Давайте мы его испытаем. И мы пойдем. Дверь позади вас. Это куда? Ага, это сюда и нужно. На самый верх. Да, мы сейчас поднимемся на самый верх. Минуя библиотеку. И продолжим идти вперед. И сейчас мы откроем люк, предварительно сохранившись. Прямо вот здесь. Просто у меня есть кольцо. Может оно нам как-то поможет. Я хуя его знает. Попробуем уничтожить камень. Вы крепко хватаетесь за меч. И замахиваетесь, желая уничтожить камень. Меч разлетается на осколки. А из камня вырывается луч света. Вот. Мы сейчас просто достаем кольцо и отражаем. Все. Это идеальный план. Вы стоите парализованный страхом. Коим камень и питается. Вы чувствуете, как жизнь погибает. Да ты охуел, что ли? Вы умираете быстро и от них не без болезни. На этом ваша история заканчивается. Да не может такого быть. Ну-ка, если я его открою и оставлю камень. Он меня все равно въебет. Какой камень, а? Хорошо. Возвращаемся, спускаемся. Ну, книги что осматривать? Я уже все здесь прочитал. Это все понятно. Тогда какой у нас вариант? Мы выходим на улицу. Мы возвращаемся. Возвращаемся, получается, к камням. К развилке вот сюда мы идем. Уходим направо. Блядь, какой направо? Налево. Идти налево. Теперь травянистая тропа. Могила. Дальше озеро. Вы смотрите на кучу глыб, служившую пристанищем вашему новому оружию. Вас обуревает гордость за то, что вы владеете священным мечом. Спасибо. Продолжаем. Так, и ага, вот сюда. Идти на свет? Ну, я не знаю. Скорее всего, так оно и должно быть. Просто, а какие еще варианты-то могут быть? Свет привлекает ваше внимание. Вы вспоминаете о найденном кольце и подставляете его под свет. Ваша рука дрожит от того, что кольцо начинает жадно поглощать свет. Вдруг кольцо раскаляется, и вы невольно делаете шаг назад. Кольцо излучает яркий свет. При более тщательном осмотре вы замечаете, что оно также испускает тепло. Вы чувствуете, что больше вам здесь делать нечего. Вы забираете сферу. Тепло. Вы излучаете тепло. Кольцо излучает тепло. И что? Как мне это вообще пригодится? Может быть, теперь мы сможем пройти дальше? Вот здесь вот по дорожке продолжить идти. Оп. Сохраняемся. Нет. Мы сдохли. А куда? Куда мне тогда с этим кольцом можно идти? А я могу вообще вернуться нахуй на свою ферму? И в рот я вообще как бы это все нет. Ну ладно, идем тогда направо. Подойдем к воротам. Входим в них. Осмотрим фонтан. Вы достаете найденную монетку и бросаете ее в воду. Монета! Я про нее совсем забыл. Точно. С тихим всплеском монетка исчезает. Вода начинает бурлить, но спустя мгновение она вновь кажется безжизненной. Определенно это должно что-то значить. Что, блядь, издеваетесь? На мной что ли? А нельзя было как-то поконкретнее сказать, что произошло-то? И куда мне теперь идти? Ну, со статуями все без изменений. Вы чувствуете легкое притяжение, словно фонтан зовет вас. Ну как бы я здесь, я пришел. Что тебе надо? Рассказывай. Наверное, монетка подействовала таким образом, что просто барьер спал, и я теперь могу напрямую заходить сюда в башню. Скорее всего, именно так. Кольцо. Кольцо у меня теперь заряжено, поэтому мы идем вверх и будем пытаться разрушить то, что находится наверху. Открываем люк. Уничтожаем камень. Да. Вы вытягиваете руку с надетым на палец кольцом. Вы чувствуете сопротивление, словно камень пытается защитить себя. Вы не сдаетесь и стараетесь концентрироваться на кольце. На нахуй, луч света вырывается из кольца, пронзая камень. Вы чувствуете, как сотрясается воздух, земля под вашими ногами начинает дрожать. Кольцо все труднее удерживать, но осознание того, что у вас получается, наполняет нутро уверенностью и удовольствием. Свет становится ярче, и вы уже почти ослеплены им. Земля под вашими ногами сотрясается с огромной силой, словно сама башня пытается вам помешать. Чувство страха затмевает решимость покончить с этим. Яркий свет окончательно ослепляет вас. У вас возникает незнакомое чувство, и вы ощущаете себя легким, словно перышком. Ваше тело охватывает странное чувство, и вы пытаетесь не потерять сознание. Внезапно эти ощущения пропадают. Вы не находите в себе сил пошевелиться. Вы чувствуете холод и нарастающую слабость. Вы открываете глаза и видите перед собой руины башни. Вот, блять, вандал. Пускай вашей истории пришел конец, но вы выполнили то, что от вас требовалось. Все кончено. А что от меня требовалось? Башню разрушить? А, ну скорее всего, это как раз таки башня. Она излучала вот эту вот всю херню, всю вот эту вот чуму, которая распространялась по всему городу. И именно поэтому наша ферма увидала, и бедная коровка тоже там завалилась, пованивала малеха. Мы сделали то, для чего были рождены. Очень неплохая новелла. Конечно, не назвать ее страшной. Но мне очень понравилось, что здесь были вот такие вот, типа, головоломок. Нужно было ходить, искать предметы. И, как я уже говорил в прошлой серии, очень хотелось бы, чтобы хоть где-то эти все предметы отображались. Не обязательно добавлять прям инвентарь, просто где-нибудь там в уголочек, чтобы они подсвечивались и было видно, что у нас есть. Мне понравилось. Надеюсь, вам позже. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока.